всемир вопрос такой а в двух евангелиях как минимум евангелие от матфея и у луки есть такая притча господа христа о нечистом духе когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ищем по ища покоя не находит тогда говорит возвращусь домой откуда я вышел и придя находит его незанятым выметенным и убранным тогда и идиоты берет с собой семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывают для человека того последнее хуже первого нечистый дух когда выходит то есть при изгнании ходит по безводным местам ища покоя и не находит тогда говорит возвращусь дом свой откуда вышел и придя находит в незанятым выметенным и убранным тогда идет и берет с собой других духов злейших себя более злых и войдя живу там и бывает для человека того последних хуже первого и вот у матфея интересно что встречается это в матфее в 12 главе вот эти стихи 43 по 45 стихи также это встречается в евангелии от луки в 11 главе интересно что у матфея особенно господь говорит так будет и с этим злым родом в общем не был вопрос причем уже несколько недель тому назад недавно просто повторил одна сестра по поводу что каково толкование мой на этот счет потому что часть людей толкует и вот популярный есть такой проповедник у нас здесь в россии который говорит что вот эта история такого временного экзорцизма и улучшения говорит о людях которые присоединились к церкви испытали определенное действие может быть духа святого внешне были крещены стали частью церкви но не испытали возрождение и поэтому жизнь их внешне испытала некое изменение некую реформацию но внутренне не произошло самого главного не произошло изменение сердца вот этого обрезания духом святым и соответственно человек потом впадает в худшее состояние потому что согласно вот этой притче что-то дух вначале выходит он уходит по без каким-то безводным местам а потом берет собой думают пойду-ка я возвращусь берет более злых еще более сильных возвращается и последнее состояние того человека бывает худшим первого и матфей особенно говорит так будет и с этим злым родом здесь нужно немножко увидеть контекст о чем же идет речь я принципе соглашусь с тем что да это можно сказать религиозные люди которые не переживают возрождение но здесь гораздо глубже здесь имеет отношение все к евангелию к содержанию нашей вести и того что слышат люди и здесь речь об отношении к иисусу христу они просто так сказать возрождение здесь совершенно другой акцент обратите внимание что у матфея это впрочем у луки также говорится о бесноватом слепом и немом который приводит к иисусу это с 22 стиха евангелие от матфея 12 главе здесь говорится тогда привели к нему бесноватого слепого и немого он исцелил его так что слепой немой стал и говорить и видеть и дивился весь народ и говорил не это ли христос сын давидов фарисеи же услышав это сказали он изгоняет бесов не иначе как силою вильзевула князя бесовского но иисус знаю помышление их сказал им всякое царство разделившийся саму в себе опустеет и всякий город или дом разделившийся сам себе не устоит если сатана сатану изгоняет он разделился сам себе сам собой как же устоит царство его если я силую вильзевула изгоняю бесов то сыновья ваши чей силу изгоняют посему они будут вам судьями здесь я остановлюсь на секунду и в скобках отмечу что часто имеет ввиду ну вот практику экзорцизма у иудеев и когда сам господь говорит что если я силу вильзевула вильзевул дословно князь мух и князь бесовский правитель нечистых духов бесов он горит если я изгоняю силу вильзевула князя бесов изгоняя бесов то сыновья ваша чей силу изгоняют некоторые понимают это как опять же практику экзорцизма у иудеев первом веке но речь идет здесь скорее всего о том что сыновья ваши то есть те которые примкнули к иисусу ученики его когда благовествовали происходило изгнание бесов потому что всякий раз когда происходит проповедь евангелия происходит так называемый экзорцизм именно таким образом следует понимать слова господа в этом же евангелии от матвей например не твоим ли именем изгоняли бесов и творили чудеса все это имеет отношение именно к проповеди евангелия потому что когда возвещается слово и когда верую принимают сосуды милосердия сосуды милости слова происходит изгнание бесов потому что человек по природе своей является обиталищем всего нечистого как написано полон костей всего нечистого так говорится будет оба фарисеях но то же самое можно сказать о всех по естеству водами и мертвых по грехам и преступлениям грешников по естеству там нет ничего чистого соответственно все нечистые при вхождении слова происходит вот этот вот пресловутый экзорцизм то есть сыны ваши не имеется ввиду какие-то странствующие иудеи экзорцисты а речь идет о тех из сыновьях из народа которые были вместе с иисусом и в евангелии от луки например посылает учеников 70 учеников которые ходят по городам в израиле и благовествует и таким образом происходит изгнание нечистых духов они как-то через какие-то определенные пассы какие-то приемчики как часто показывает в голливудских фильмах какими-то заклинаниями вот это говорит здесь иисус и дальше продолжается 29 стих 12 глава матфея или как может кто войти в дом сильно вы расхитить вещи его если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его кто не со мной тот против меня и кто не собирает со мною тот расточает посему говорю вам всякий грех и хула простятся человеком а хула на духа не проститься человеком если кто скажет слово на сына человеческого проститься ему если же кто скажет на духа святого не проститься ему не в веке не в этом веке не в будущем или признайте дерево хорошим и плод его хорошим или признайте дерево худым и плод его худым ибо дерево познается по плоду порождение хидины как вы можете говорить добрые будучи злые ибо от избытка сердца говорят уста добрый человек из доброго сокровища выносит доброе а злой человек из злого сокровища выносит злое говорю же вам что за всякое праздное слово какое скажут люди дадут они ответ в день суда ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься это все ради контекста читаем кое-что прокомментируем тогда некоторые из книжников фарисеев сказали учитель хотели бы хотелось бы нам видеть от тебя знамение он сказал но он сказал им в ответ род лукавый прелюбодейный ищет знамение и знамение не дастся ему кроме знамения ионы пророка ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи и не ведь они восстанут на суд с родом этим и осудят его ибо они покаялись от проповеди иониной и вот здесь больше ионы царица южная восстанет на суд с родом этим и осудит его ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости соломоновой и вот здесь больше соломона и вот собственно это вот пред предшествующий контекст вот это высказывание о господа иисуса и далее он говорит когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находит тогда говорит возвращусь дом мой откуда вышел и придя находит его незанятым выметенным и убранным тогда идет и берет с собой семь других глухов духов вследших себя и войдя живу там и бывают для человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым родом последнее как бы завершающие высказывания она открывает на во многом что имеет ввиду иисус здесь до невозрожденные люди и таков их конец но здесь строго говорить идет не о нужде во внутреннем действии духа святого который мы кстати не можем никоим образом манипулировать на который мы не можем воздействовать в невозрожденном состоянии это должно быть понятно всякому кто исповедует евангелие божьей благодати ничто не может предшествовать действие духа святого воскрешение мертвого по грехам и преступлением человека кости не оживут сами не встанут они скажут дух святой оживи нас это невозможно доколе дух святой не повеет вот этим дыханием жизни не вдохнет так сказать в ноздри его дыхание жизни в лице его дыхание жизни человек не оживет первое что происходит при обращении человека во времени это разумеется животворение духом святым он предшествует вере не вера идет потом возрождение как у происходит эту армян то есть это понятно должно быть поэтому речь здесь идет не столько возрождение сколько об отношении к евангелию то есть когда он говорит кто не со мной тот против меня и кто не собирается мной тот растачает ибо собирание живых камней и устроение здания может происходить только на одном основании которым является иисус христос и его подвиг опять же в контексте мы прочитали что приводят к нему слепого и немого он был одержим вот таким безом который проявлением было что человек не мог не говорить не слышать глухой и а немой и вот он после того как исцеляет его слепой стал и говорить и видеть человек не может слышать слово боже как только если только господь не даст ему ухо слышащие он не может говорить прославлять бога до тех пор пока господь не сотворит уста прославляющий из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу чтобы сделать безмолвным врага и мстителя это есть действие бога бог в лице иисуса христа это производит теперь фарисеи виде это чудо не год а он силу бесовский силу вильзивула князя бесов он это делает и вот в этом контексте иисус начинает их укорять это не просто укорение это божественный суд и осуждение от христа и вот он говорит что всякое царство начале он приводит логические аризоны что такого не может быть что всякое царство которое разделяется само в себе опустеет и всякий дом или дом разделивший сам себе не устоит если сатана сатану изгоняет то он разделился сам собой как же устоит царство его если я изгоняю силу вильзивула сгоняя бесов то сыновья ваши честь чей силою производит исцеление и добрые дела среди народа опять же речь идет о его учениках которые будучи также как и все остальные сам он от иудеев из этого народа сыны ваши то есть из вашего потомства они как каким образом они это делают чей силы поэтому они будут вам судьями ученики будут судить в том числе 12 колен израиля то есть в этом контексте он говорит и если же я он говорит 28 стихом если же я духом можем изгоняя бесов то конечно достигла до вас царствие божие правление божие явлено в лице иисуса христа она среди вас царство то есть иисус христос сам в нем правление божие приходит далее он говорит или как может то войти в дом сильного и расхитить вещего если прежде не свяжет сильного вот это связывание сильного или же связывание дракона произошло в первое пришествие я имею ввиду 20 главу книги откровения тот же самый глагол связан связывание склоняя дракона в 20 главе книги откровения произошло когда христос пришел он связывает сатану так что он не может обольщать народы как прежде ибо явился свет миру и народы которые сидели во тьме до этого увидели свет великий явил спасение до краю земли происходит вот это связывание и измученные пленники выпущены на свободу это происходит в момент вторжения небес христа который приходит на землю является народу происходит вот это продвижение царства это то что творит иисус эти добрые дела и вот он говорит в этом контексте расхищение дома его то есть расхищение дома сатаны то есть люди которые были разумеется и до этого и по вечному божьему декретам дочерьми сыновьями дочерьми божьими авраамовы потомками авраама до времени они находились в рабстве в оковах в темнице у этого сильного человека у сатаны христос приходит и он связывает его и расхищает дом его то есть мы никогда принадлежали этому дому по делам нашим по преступлениям по божьему вечному избранию мы всегда были божьими но до времени мы были пленниками у имеющего державу смерти то есть дьявола вот что делает иисус своими добрыми делами и вот в этом контексте он говорит кто не со мной тот против меня и кто не собирает со мной тот расточает посему говорю вам всякий грех и хула простятся человеком а хула на духа не простится человеком если кто скажет слово на сына человеческого проститься мысли же кто скажет на духа святого не проститься ему не век не в этом веке не а в будущем что он имеет ввиду явное учение его или же смысл его пришествия не понимали даже близкие ученики и они иногда задавали ему не очень-то уважительный вопрос или же сомневались в его миссии как петр говорит что ты господи да не будет такого стал будь милости в сам к себе например в 16 главе матвея когда христос говорит что сыну человеческому надлежит теперь зайти в иерусалим пострадать быть отвергнутым и убитым и на третий день воскреснуть петр говорит нет этого с тобой не будет то есть и настолько что христу пришлось обличить петра искать отойди от меня сатана но это проститься то есть слово на сына человеческого в том смысле чтобы непонимание полноты миссии ради чего он пришел или даже когда ставят под сомнение то что он делает проститься согласно иисусу слово кто скажешь слова на сына человеческого проститься ему если же кто скажет на духа святого не проститься мы не в не всем века не в будущем речь не идет о какой-то магической формуле о чем-то каком-то особом заклинаний против духа святого речь идет о том помните иисус горда другом месте не верьте моим славам верьте делам моим то есть то те добрые дела которые он Иисус совершал, например, исцеление человека бесноватого, глухого и немого. Это было добрым делом. Фарисеи, видя эту силу, видя все эти знамения, видя все эти чудотворения, тем не менее, приписывали это Вильзевулу, князю Бесовскому. Иисус говорит, что это хула на Духа Святого, который свидетельствует Бог, немерует Духа Своего, дает возлюбленному, делает все это, совершает, и все это приписывается в противоположную сторону, умышленно приписывается, умышленное отвержение Христа. Почему? Потому что он наследник, потому что он истинный царь иудейский, потому что он истинный раб Божий, потому что он обличает мир в том, что дела его злые, он свет, а тьма не объяла этот свет и не хочет выйти к свету, потому что дела у людей злые. Вот у этих всех фарисеев, они олицетворение на самом деле зла. Мы часто говорим, вот фарисеи это была такая секта, наиболее строгая, они постились два раза в неделю и так далее, они пытались соблюсти закон. Многие христиане сегодня не понимают, я имею ввиду христиане по наименованию, не внутренне таковые, но имеющие вывеску христианской церкви, во многом употребляются фарисеям, потому что их благочестие построено на собственных делах, на своей верности, на своем послушании, на своем посвящении. На своей измененной жизни, на том, что они делают. Не добавивши этого, синтеза, синергии, дел человеческих, ничего не получится, говорят они. И таким образом они утверждаются на собственных делах праведности. А если так, то они отвергают Христа, и кто не со мной, тот против меня. Разумеется, высказывание Христа, кто не со мной, тот против меня, имеют ввиду все системы, где Христос не фигурирует вовсе, где он не нужен. Зачем нужен Христос, если можно построить рай на земле в виде коммунизма? Зачем нужен Христос, если можно построить рай на земле в виде потребительского общества, капитализма, как это проповедуют сегодня, где у всех абсолютно равные права, все наслаждаются всеми благами жизни, и с помощью технологической, технотронной, не знаю какой сейчас, цифровой революции, мы сделаем так, что человек будет жить сладко, счастливо и безболезненно. Все системы, где Христос не нужен, кто не со мной, тот против меня, они являются антихристианскими, но тут имеется ввиду также и все те так называемые христианские церкви, которые воздвигают рядом со Христом другие высоты, и которые говорят, мы будем поклоняться и Христу, и также своим подвигам, то, что мы совершили, делу рук своих. Но кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает, со мной тот расточает, ибо только во Христе происходит собирание камней, только во Христе сшиваются разодранные до этого ткани, только во Христе дается жизнь, то есть только через Него и через Его совершенный подвиг, только в Нем. Нет ни в ком ином спасения, никакие святые, никакие суррогатные заступники или заступницы, ничто из этого не может быть поставлено рядом со Христом. В этом контексте Он говорит о плодах уст по исповеданию. Мы часто по плодам и говорим, что плоды это дела, но обратите внимание, Он говорит, что признайте или сделайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Обычно мы имеем ввиду дела. Обратите внимание, сам Иисус говорит, по рождении хидины, как вы можете говорить добрые, будучи злые? То есть плод уст, то, что оправдывает человека или же осуждает его. Что исповедует человек? Надежду на себя? В воскресенье мы говорили проклят, человек, который надеется на человека, и плод делает опору. То есть на свою верность, на свое послушание, на свое посвящение, на свои какие-то дела рук своих. И вот в этом контексте он говорит этому роду, лукавому, который говорит, учитель, мы хотели бы видеть от тебя знамение. Он говорит, род лукавый, пролюбодейный, ищет знамение, но не даст ему знамение, кроме знамения Иона Пророка, ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Речь идет о его смерти и воскресенье. Три дня на третий день исцелить нас, в третий день пойду в храм Божий. Все эти указания в Ветхом Завете, сокрытые как бы до времени, все указывали на Христа. Что он должен совершить? Каков смысл в его подвиге, в его страданиях? И можете себе представить, приходит Христос, и вот все его, так сказать, доказательства, свидетельства. Он говорит, не верите словам, посмотрите на дела. Неслыхано это от основания мира. Помните даже слепорожденный в Евангелии от Иоанна, от рождения, который был рожденный слепым. То есть он никогда за всю свою жизнь, проживший лет 40 к тому моменту, никогда не видел своими плотскими очами. И Господь открывает ему очи. И потом фарисеи его зовут на допрос. Они говорят, кто это и как он это сделал? Он говорит, я не знаю. Они говорят, этот человек грешник. Говорят фарисеи. Он говорит, ну грешника я не знаю. Я знаю, что открыл. Грешников Бог не слышит. Невозможно такое, чтобы кто-то мог делать такое, и Бог не был с ним. То есть дела свидетельствуют. И фарисеи говорит, он делает это силой Вильзевула, князя бесовского, изгоняет бесов. В этом контексте Христос говорит, хула, на Духа Святого не простится ни веки семь, ни веки грядущим. И вот в этом контексте он произносит вот это высказание о нечистом духе, который выходит из человека, ходит под безводные места. Вы знаете, комментаторы разных времен и народов рассуждают о тонкостях вот этого высказания, или же этой притчи. Например, что означают безводные места. Буквально. Или имеется в виду, что земля — это Израиль, безводные места, пустыня — это язычники. То есть приходит как бы от проповедь через явление сил чудотворения Христа, через проповедь выходит нечистый дух из человека. То есть бес, другими словами. Он выходит, он идет и направляется к язычникам, но и там не находит покоя. Думает, вернусь-ка я в прежнее место, в обитель. Возвращаешь в дом, откуда я вышел. И это, в принципе, можно сказать, что это возможно и вполне толкование. Но здесь главное для нас — не потеряться в деталях. Или, например, древние отцы и прочие, которых называют отцами, вот это представление о том, что в пустынях селятся привидения духи, во многом строили вот на этом высказании по безводным местам, что типа те, которые выходят из людей, нечистые духи, они где-то поселяются там по пустыне. Но здесь просто написано лишь образным выражением, что выходя из человека, он ходит туда и сюда, но не находит покоя, потому что обитают нечистые духи не в развалинах, не в пустынях, но в людях. И вот он говорит, возвращаешь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там и бывают для человека того последнее, а хуже первую. Опять же, вот популярный проповедник говорит, ну это речь идет о тех, которые приходят в церковь, а какое-то время, возможно, делают исповедание, присоединяются к церкви, принимают крещение и так далее, отказываются от каких-то вредных мирских привычек, которые ими раньше обладали и так далее. То есть происходит вот такое временное очищение. Но поскольку, он говорит, у этих людей не произошло истинное возрождение Духа Святого, через некоторое время они впадают в большие грехи, чем с которых они начинали, и последние бывают для таких людей хуже. И цитируется также отрывок из Писания Старого Петра, что получается с этими людьми по пословице, пёс возвращается на блевотину свою, и вымытая свинья идет и валяется в грязи. И это хорошее, как бы, такое вот параллельное место. Но здесь я не хочу, чтобы мы просто рассуждали о возрождении. Возрождение должно быть. Но мы должны помнить, что отличает вот этих людей, что касается измененной жизни. Вот этот проповедник говорит о том, что вот только через возрождение человек может реально изменить свою жизнь. Остановимся на секунду. Фарисеи, которые постились два раза в неделю, давали десятину саницы, рута, со всех трав, которые они покупали на рынке, которые не едят, придя с торга, не крестивши руки свои, не омывши рук своих, которые выполняли тщательно и строго, наружно, по крайней мере, многие и многие из заповедей, данных народу израильскому. Павел говорит, я был по законной праведности беспорочный. Он был большим ревнителем фарисеев, чем многие из своих сверстников. И ведь это не просто слова. Если смотреть на внешнюю сторону дела, это люди ревнители. И они не лицемеры в том смысле, что они не делают. Они делают много. Но делают для чего? И исходя из чего? Вот в этом вопрос. Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот растачает. То есть все те, которые ищут другого основания, которые зиждутся на собственных делах, они могут показывать очень сильное преобразование. Два раза в неделю поститься. Это достижение. Избавляться от всех вредных привычек. Вряд ли эти фарисеи были пьяницами или там утопали в других вредных привычках или грехах, как их именуют евангельские христиане и баптисты. И тем не менее, согласно Иисусу, это гробы окрашенные. То есть что имеется в виду здесь в контексте того, что говорит Христос? Конечно же, род сей. Он говорит, так будет и с этим злым родом. То есть явился Христос. Царство Божие среди вас или внутрь вас, среди вас. Есть. Царство Божие явилось. Иисус Христос. Вот Он во всем своем великолепии, со всеми делами, со всеми словами Его. Люди слышат, дивятся и потом говорят, «Ха! Этот человек даже в виде его великих чудеса изгоняет бесов силою Вильзевула». Иисус здесь говорит, это подобно тому, как дух нечистый выходит из человека. Господь, когда заключил завет с народом Израиля, Он сказал, да не будет у вас, не будет у вас других богов пред лицом Моим. И израильтяне, в особенности уже вот в этот период, к тому моменту, когда пришел Христос, они были научены через изгнание свое, через все, что пришло на них, не быть идолопоклонниками. Мы одному Богу поклоняемся. Мы дети Авраама. Мы истинные христиане. Мы точно знаем, кому мы. У нас точная религия. Мы знаем, мы свет для народов и так далее, для язычников. Но Господь говорит, что когда приближается вот так царство и так близко среди, так что даже происходит вот эти физические исцеления, духи нечистые разбегаются. Но действительно, если не происходит вот этого обращения, то есть если не признается Христос как тот самый, поставленный, помазанный Богом, чтобы взять на себя их грехи, если он не признается в своей роли, если люди не преклоняются к ним, не признают себя, что они грешники, нуждающиеся в его врачебстве, в его бальзаме, в его ранах, но если они уповают на свои дела, то они рассеются. И вот это временное как бы изгнание нечистых духов, поскольку свет явился и приблизился, что потом эта же религия, некогда религия Авраама, Исаака и Якова, вырождается в кабалу, кабалистику. Обратите внимание на иудаизм. Иудаизм последнего времени полон всякой оккультной колдовской мишуры. И то, что некогда было, о, мы одному Богу поклоняемся, мы знаем, как надо поклоняться, у нас Писание, у нас Тора, у нас то да сё, и сейчас достигло это того, что ожесточение привело к безумию, и именно вот это ответвление религии, оно достаточно, оно находится сейчас в худшем положении во многом, чем какие-то религии, которые были до этого, или которые, может быть, сосуществуют сейчас. Это имеет отношение к нам, это имеет, конечно же, отношение к церкви в том смысле, что если действительно не происходит обращение ко Христу, то вот эти все действия по преображению, очищению, бросить, курить. Я вспоминаю свидетельство одного человека, как-то довелось в одной компании. Это была охотничья компания, на самом деле мне довелось, я там был в качестве переводчика, исполняя эту функцию, и вот там один из егерей выяснил, что он не курит, то есть не курит сигареты. А в то время ваш покорный слуга время от времени покурил, я уже был верующим, но тем не менее я курил сигареты, за что меня очень сильно укоряли прочие верующие. Но смысл в чем, ирония все здесь, здесь состоит в чем? Что вот этот егерь, он сказал, что как-то на одном собрании, на какой-то домашней группе, от какой-то евангельской церкви, за него стали молиться, говорят, ты куришь, мы сделаем так, мы будем молиться, чтобы тебе избавиться от этого греха. И они молились что-то усиленное, то ли возложили на него руки, то ли что-то еще было такое, но кончилось тем, что он действительно, он бросил курить. А потом спросил, говорю, слушай, а ты продолжаешь ли ходить, стал ли, находишь ли ты в этой церкви. Вот выяснилось, что он в принципе ни во что в это не верит, на самом деле, и в церковь так он не ходит, но классная фишка, классная штучка в том, что он бросил курить, потому что курить вредно для здоровья. Абсолютно согласен, что курить действительно вредно для здоровья, и этого не стоит делать, верующим тем более, потому что они наносят урон своему телу, своему здоровью. Но интересное дело, что вот это как раз-таки является одной из иллюстраций, в то время как можно сказать истолковать эту историю, как ага, человек не пережил возрождение, и с этим я абсолютно соглашусь, но дело все в том, и вот здесь, это уже укорение церкви, или же организациям, которые называются христианскими церквями сегодня, потому что часто вместо вести о Христе проповедуется моральное самосовершенствование, что тебе нужно избавиться от курения, тебе нужно перестать пить или делать еще что-то, то или иное. И вместо того, чтобы благовествовать Христа, Писании, и то, что Он совершил, проповедуются некие моральные установки, и необходимость, допустим, того, что, о, верующие особым образом одеваются, они не носят мини-юбки, или они никогда в жизни не должны одевать джинсы, потому что это мужская одежда, а проклят всяк, носящий муж, и так далее. То есть, когда люди выносят какие-то внешние атрибуты, которые они считают очень важными, и скорее проповедуют их, вместо того, чтобы проповедовать Христа. То есть, они не с Ним, они не собирают с Ним, они на самом деле расточают. И поэтому, даже, если происходит некое внешнее реформация или преображение, исправление, внешним образом, человек перестал, например, пить или курить, классная вещь, но при этом не входит Дух Святой, а вот здесь мы вспоминаем о том, что Дух Святой приходит не иначе, но как по прославлению Христа, как в 7 главе Иоанна говорит, что Дух Святой еще не был на них, потому что Иисус еще не был прославлен, и это произошло не только с первыми учениками, это происходит ныне, что Дух Святой приходит там, где прославляется Христос в проповеди Евангелия, потому что Дух Святой приходит на то, что очищено кровью Иисуса Христа для того, чтобы напомнить о том, что Он говорил, для того, чтобы наши веры и упования были на Бога, то есть Дух Святой и чтобы Он поселился, вот в этом выметенном доме, потому что святое место, как говорит прусская пословица, пусто не бывает, там должно быть жилище Духа Святого, жилище Духа Святого не может быть само по себе, если не будет ясной, четкой, членораздельной проповеди не наших дел, не нашего послушания, а послушания Христа, если мы не будем говорить Вечное Евангелие, то даже если, говорю, будут происходить такие вещи, как временно человек реформировался, перестал какие-то делать вредные вещи, но какой смысл от этого, потому что нечистый Дух ходит и потом берет злейших себя, семьи, возвращается, и последнее бывает хуже первого, но в особенности, конечно, это относится к тем людям, которые противятся, сознательно противятся вести о Христе, потому что это соблазн, это камень притыкания для нашей плоти, который ищет самоутверждение, ищет, чтобы принести Богу что-то от себя, а Евангелие Иисуса Христа унижает, разравнивает, все эти глыбы сметает на пути и ставит человека на его место и говорит ему, что человек персть и что нет ничего того, что даже если бы были среди нас такие, как Исайя или же Моисей или же Ноя или же Даниил, что даже все дела нашей праведности словно запачканное трепье и никто не может войти к Святому Богу не будучи одет в брачную одежду, то есть сияющие, убеленные, белые одежды, омытые кровью Иисуса Христа, то есть только через кровь Иисуса Христа мы имеем мир с Богом не нашим посвящением, не нашим послушанием, не нашей верностью, а для плоти нашей нет худшей вести, чем сказать, что ты ничто, а Бог есть все, и плот делает все, чтобы как-то это исказить, как-то это дело повернуть таким образом, что и человек играет некую роль, и что от человека что-то зависит. Вспоминаем фарисеев, они имели представление о том, что Бог един, они уважали то, что написано у Моисея, более того, они пытались исполнить то, что там было написано. И вот эти пытающиеся делами все это исполнить, отвергли Христа, и более того, дела его приписывали князю Бесовскому. И сегодня также происходит это в меньшем масштабе, разумеется, когда проповедников благодати обвиняют в беззаконии, обвиняют в том, что якобы те, кто проповедует Евангелие, поощряют беззаконие, злые дела. Они это делают сознательно, для того, чтобы утвердиться на своих делах, и для того, чтобы опорочить дело евангельское. Но вот такое объяснение, что опять же, хотя мы не говорим о том, что человек не должен возродиться, должно родиться, иначе человек не может войти в Царство Божие, но чтобы мы со своей стороны, чтобы нам видеть что-то, нам надлежит исполнять то дело, которое Бог нам верил, а именно проповедовать Евангелие. А если проповедовать что-то еще, то тогда будет происходить вот этот временный эффект, когда человек вроде бы в чем-то исправляется, начинает жить мораль, потому что это же христиане, они не пьют, не курят, я тоже буду не пить и не курить, и так далее, и начинают делать эти все внешние действия, но кроме морализмов, там больше ничего не слышно, и он как бы соприкасаясь с чем-то, потом уходит и плюхается в еще большую грязь, чем он был ранее, вот так это происходит при отвержении единственного пути, существует только один путь, и Христос есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, кроме как через меня, говорит он, Господь да благословит нас, чтобы нам держаться с этого истинного пути. Аминь.